Аварит Москва! Германия полностью разгромлена! Они переносили лишения и тяготы в тылу и на фронте. Сотни тысяч наших земляков проявляли невероятный героизм на полях сражений. Победа досталась ценой немыслимых усилий и бесконечного мужества. Ветеран Великой Отечественной Александр Владимирович Любимов желает, чтобы дети, внуки, правнуки и последующие поколения никогда не испытали на себе то тяжелое время, которое ему и миллионам других солдат пришлось нести во время Великой Отечественной. В канун юбилея 75-летия Победы он рассказал о проявленной в боях смекалке русских солдат и как встретил 9 мая. Когда мы вошли в Австрию, перед нами уже не было этих оборонительных рубежей, где бы могли задержаться крупные подразделения или части армейские. Но вот этих Гитлер-Югент было полно этих мальчишек. Ну и, значит, наступила ночь, а мы в какой-то долине там, сейчас вспомню, деревня Лилиенфельд. Земля Лилии, что ли так переводится? Лилиенфельд. Около этой деревни наша часть остановилась ночевать, прямо в лесу. И вдруг там начинается откуда-то с горы откуда-то постреливают чего-то, стреляют. Ну, в темноте ничего нет, лес еще, к тому же, ничего не видно. Ну, придумают что-нибудь, как их отогнать отсюда? Ну, думают, что взяли фок, а в нем давление 6 атмосфер, ну, 200 грамм пороха, это же давление большое. В руках этот фок не удержишь, он и тебя, и все это, все переведет. Так вот, выбрали дерево, прислонили к дереву этот фок, два солдата за ручкой, один с другой, другой с другой, каждый одной рукой держит, другой за ствол захватился, и этот с этой стороны наоборот держит, а третий, значит, рванул, это самое зажигание, ну, и пустили эту струю туда, в гору, в лес. Вероятно, пламя вот это их испугало, они ушли. Ну, вот такая вот мелкая смекалка, а их полно. И в каждом бою своя смекалка. Я был командиром огнеметного взвода в звании младшего лейтенанта, и, значит, в этом же звании, в этой же должности встретил 9 мая. Но 9 мая мы встречали наш батальон после того, как 2-й украинский фронт потом вышел, он отставал и принял от нас эти занятые нами позиции, и он уже сам ликвидировал в мешке вот этих самых остатки немецких войск, 2-й украинский. Мы вернули свою полосу 3-го украинского и вывели нас в небольшой город Винерной штат. Это в 30 километрах от Вены. Ну, примерно как Новокуйбышевск от Куйбышева. Винер – это венский Новокуйбышевск, вот так можно назвать. Он был весь разрушен, этот небольшой городишек. Его бомбили американцы большим количеством самолётовылетов. Когда мы туда въехали, мы на машинах ехали, в центре города мы не останавливались, потому что там нельзя было останавливаться. трупный запах. Из подвалов этих австрийцев значит, дома рушились, выходы из подвалов завалены были, и, значит, там все живьём погибли. Эти самые. Остановились на окраине, в полуразрушенном доме. Через потолок звёзды видели. Это самое. Если бы дождик был, то мочило бы нас. А вторая половина дома уцелела. Там жила семья австрийцев. Но выходил только один старик. А потом, когда он убедился, что ничего не страшно, стал выводить с собой вот такого пацанёнка. А почему стал выводить? В моём взводе было два сына полка. Ну, им уже к тому времени по 15 лет было. Они мальчишки. И этого пацанёнка, они туда-сюда крутили, и всё это, ну, чисто ребяческие. Тот быстро стал понимать, что его там ни бить, ни колотить, ничего с ним, это самое, хохочет с ними и всё прочее. Никто, друг друга не понимали, всё жестами делали. Вот там тогда эти самые. И потом этот старик, а он, видно, догадался, что они в моём взводе, потому что, ну, общение-то им с этим офицером было, со мной, а не с другими. Он ко мне подходит восьмого вечера, крик с капут. Война кончила, крик с капут. Я говорю, да, скоро кончится война. Да, скоро кончится. А у него, видно, этот приёмник работал. А ночью потом у нас вдруг со стороны комендатуры пальба, ну, значит, послали дозор туда, что, чего такое. Дозор потом возвращается, все довольны. Узнали, что кончилась война. А это в ночь на 9 мая, вот под утро мы узнали. А за неделю до этого солдаты моего взвода ко мне обращались, говорят, а как вы думаете, ещё долго продлится война? Я говорю, ну, смотрите, сейчас уже Берлин окружён, и его вот, наверное, сегодня мы или завтра узнаем, что взяли. А дальше уже там нечего. Ну, максимум через неделю. Наступило 9-е, значит, а под вечер, а мы, значит, три командира взвода и командир роты в маленькой, тоже поразрушенной комнате. Солдаты там везде, каждое отделение нашли себе места, вся рота расположена была. А нам эту комнату дали. И вот солдаты моего взвода приносят бочонок вина. Я говорю, откуда? Это вам. Это тоже сказали, что через неделю кончится война. Вот такой забавный случай был. Он был. То есть, старались верить всякому хорошему сообщению и запоминали, что вот она должна кончиться. Не потому, что я такой уж это головастый был, а потому что случайность. Вот такая. Они ей поверили. А оказывается, когда копали яму, чтобы курительное место устроить, туда бочку опускали с водой. Ну, верх вырезан у неё. И вокруг с трёх сторон скамейки солдаты сидели, курили, там всё, чтобы нигде... Сразу же порядок. Кончилась война, сразу же порядок. Вот что отличало советскую армию? Тут же, наверное, и все подчинялись ему. И когда они копали, выкопали этот бочонок. Значит, долго думали, думали, потом всё-таки попробовали его. Оказалось, вино. Небольшой бочонок. Ну, и, значит, вот так мы отметили вот это 9 мая. Неожиданно вот таким презентом. Одна ракетница наша и одна немецкая. А немецкая по диаметру чуть больше нашей. Поэтому наши патроны туда заходят. Их патроны в нашу ракетницу не зайдут. И вот из этих двух ракетниц мы полили. Мы видели, как другая рота полила то же самое. То есть вот так ожерельем вокруг этого разрушенного городка какие-то фейверки были этих ракет. У кого что осталось? Аварит Москва Германия полностью разгромлена. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова